Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня мы продолжаем знакомство с точкой Е36 Дзюсан Ли. И мы сегодня поговорим, что точка Е36 Дзюсан Ли является точкой долголетия, точкой лечения стаболезней и точка, в которой начинает не циркулировать, а точка, которая может порождать инь-энергию и янь-энергию. Все знают монаду, черно-белый такой вот кружочек, в котором зарождается в черном белое, а в белом черное. Это циркуляция инь-энергию. Так вот, внимание сейчас, пожалуйста, точка Е36 может порождать эти две энергии, инь-энергию и янь. Только есть не методика, а нужно знать, как порождается эта энергетика. Все знают, что утро – это пик энергии ян. Вот говорят, утро вечером мудренее. Почему? Потому что вечер – это пик энергии инь. Так вот, если мы будем с вами очень часто воздействовать на точку Е36 утром, мы можем порождать больше янь-энергии. Если мы будем порождать, больше воздействовать с вами на точку Е36 вечером, то мы можем породить инь-энергию. Вечер начинается после 18.00. Утро начинается вообще-то с 6 утра до 9.00. Вот это своеобразное порождение инь-янь-энергии. Но я вам могу сказать одно. Пожалуйста, не спешите воздействовать утром только на Е36 или вечером только на Е36. Почему? Потому что дисгармония этих двух энергий может породить дисбалансу этих двух энергий, которые начнут перестраивать свой организм под свой ритм. И это чревато человеку непонятным ощущениям его внутреннего организма, его внутреннем мире. То есть здесь можно очень много навредить человеку. Чтобы вы не навредили, всегда помните, что вы можете чередовать воздействие на точку Е36. Один раз прогреваю только утром, а в следующих раз четыре дня только вечером. И еще могу сказать, нет смысла прогревать точку Е36 только вечером. Почему? Потому что инь-энергии в человеке и так много. Он живет на земле. А вот янь-энергии у человека мало. Потому помните, что чрезмерный избыток янь-инь приведет человеку к болезни. А вот контроль этих двух энергий через точку Е36 породит, что нормальное соседство между инь- и янь-энергиями, которые что, не дадут развиваться ни той энергии, ни другой. Потому что если много будет черного, у человека что, предрасположенность к болезни. Много белого, у человека что, предрасположенность к болезни. А когда белое и черное пополам, то что? Человек живет нормально, гармонично. Его ничего не беспокоит. Он доволен жизнью, он радуется жизнью. Так что прежде чем воздействовать на точку Е36, подумайте, какую вы энергию порождаете, из какой энергии вы живете. Исследуйте, сколько энергии у вас не хватает иньской, либо сколько не хватает яньской. И вы сделаете правильный вывод, чего я всем желаю. И помните то, что я вам говорил, что вера без дел мертва. Не злоупотребляйте работой с точкой Е36, не злоупотребляйте раздражением в утреннее и вечернее время точки Е36, а всегда давайте столько энергии инь и янь, сколько вам нужно для вашей счастливой жизни. Спасибо за внимание. С вами был доктор Константин.